Добрый вечер, уважаемые подписчики! Вопрос следующий у нас сегодня. Каким образом подрядчику взыскать денежные средства с заказчика по договору подряда? Подряд может быть любым. Строительный, бытовой, для государственных нужд, без разницы для чего. Эти правила также относятся и к договору возмездного оказания услуг и ко многим другим договорам, которые имеют отношение к сфере услуг, обслуживания, медицинские и прочее. Без разницы, что, где есть услуга или выполняется какая работа, эти правила абсолютно подлежат применению, без какого-либо исключения. Ситуация, когда работа сделана, выполнена, вы об этом уведомили заказчика, который обязан платить ее в соответствии с заключенным контрактом, он отказывается подписывать акт выполненных работ. Акт оказанных услуг, без разницы, как называется этот документ. Порядок действий в данной ситуации зависит от того, в контракте, в договоре есть ли у вас условие в виде отдельного пункта о том, как в данной ситуации необходимо действовать. Или такого условия в договоре нет. Рассматриваем ситуацию номер один, когда в договоре все прописано досконально. Вы тогда обязаны действовать согласно данному пункту договора, поскольку все предусмотрено. Сроки, порядок действий, как подрядчика, так и заказчика, при возникновении данной ситуации. Смотрите пункт и действуйте согласно нему. Другая ситуация, это ситуация очень простая, когда в договоре все согласовано, когда заказчик понимает, что вот есть в договоре положение, согласно которому будет действовать подрядчик, когда он может подписать односторонний акт, уведомить меня, подождать, пока я предоставлю возражение или не предоставлю, и потом пойдет в суд и будет прав, потому что действует на основании контракта. Ситуация номер два сложнее, но тем не менее это не делает ее какой-то сверхсложной и невозможной, поскольку, когда в контракте ничего не предусмотрено, действует закон, соответствующее положение гражданского кодекса о договоре подряда и судебная практика Верховного Суда Российской Федерации, которые в совокупности говорят о том, что нужно последовательно подрядчику в данной ситуации совершить следующее действие. Во-первых, уведомить письменно заказчика способом, обеспечивающим фиксацию данного момента для последующего суда. Уведомить о готовности работы к сдаче. Вы направили уведомление. Заказчик никак не реагирует. Или позвонил по телефону и сказал, что платить не буду. Или там, я с чем-то не согласен. Вы же сделали работу качественно. И вторым темпом, вторым шагом вы готовите акт выполненных работ, подписываете его согласно установленным правилам для вашей отрасли. Если это строительный подряд, то это соответствующая форма акта. Если это другой подряд, это может быть произвольная форма акта. Подписываете в одностороннем порядке, ставите печать, если она у вас есть. И отправляете также вашему контрагенту способом, обеспечивающим сохранение и фиксацию данного обстоятельства для суда. Они получают, если у них есть какие-то возражения, они вам могут их предоставить в письменном виде. Если они в письменном виде не представляют возражений, значит автоматически возражений нет. На досудебной стадии возражений никаких нет. В суде они могут возникнуть, но на досудебной их пока нет. Если никаких возражений или мотивированного отказа от подписания акта не последовало, значит вы смело можете готовить претензию, передавать ее заказчику, после чего в случае отсутствия ответа вы подаете иск в суд и благополучно судитесь. Суд обязан принять данный односторонний акт, поскольку он составлен в соответствии с положениями гражданского кодекса. Такая возможность есть, она предусмотрена судебной практикой и направлена против недобросовестных заказчиков. Все это нормально. Будете действовать так, будет результат. Будете действовать иначе, результата не будет. Вот такие простые и в то же время не очень простые рекомендации.